СОКРАТА Что мы едим? И мясо едим, и карточка едим, и картошку едим, все едим. Вот когда покупаете продукты, вы всегда задумываетесь о качестве их? Ну, в последнее время стал задумываться. Почему в последнее время? Ну, потому что мы стали думать о том, чтобы здоровье наше было лучше, чтобы жить нам, подольше пожить, посмотреть на наших детей, на внуков. Едим-то все сейчас, особенно это фрукты, и такие вот овощи, фрукты. Ну, а так на стол приготовлю, ну, очень хорошо. Какую-то пищу вы считаете для себя бесполезной? То есть она на вашем столе никогда не будет? Ой, такого нет, наверное. Вот эти вот всякие быстрые лапши всякие разные. Я бы точно не стала есть чипсы однозначно, но все очень жирное. В последнее время я отношусь отрицательно ко всяким колбасным изделиям, стараюсь купить какой-нибудь натуральный кусок мяса, приготовить его в духовке даже без добавления жира. Ну, овощи больше. Так, в общем-то, все пишут, мы стараемся читать и прислушиваться. А может и самая полезная еда оказаться вредной? И даже довести до больничной койки. Возьмем, к примеру, куриные продукты. Диетическая вроде бы еда. Семейное было пищевое отравление. Оно было связано с альмонеллез. Это буквально в этом году было. Это отравление было связано с употреблением в пищу куриных потрохов. Куриных потрохов. Из них готовилось первое блюдо. Но первое блюдо было приготовлено, наверное, некачественно, потому что замороженный полуфабрикат был недоварен. И при употреблении супа из куриных потрохов в семье несколько человек пострадали. И при исследовании оставшихся потрохов из домашнего очага, там было выделено аналогичное с альмонеллой интеритидис, что выделено и от больных. То есть такие факты есть? Такие факты есть. Иногда нет времени на полноценный обед или ужин. На помощь приходит пресловутый фастфуд, то есть быстрая еда. А в вашей семье вот прижилась такая быстрая пища? Ну, например, те же бутерброды. Боже упасти. Ну, только вот когда, если, например, праздник какой-то делаем. А соло так нет? Нет, такое не предпочитаю почему-то. Бывает такое, что просто надо перекусить? Ну, бывает такое, когда я бываю в Москве у своих детей, то иногда приходится забежать перед поездом перекусить. Ну, это чаще всего из любопытства даже, чтобы посмотреть на эту еду. А в основном я, конечно, ее отрицаю. Ничего в ней хорошего нет. Еще один продукт времени. Вернее сказать, продукты. Полуфабрикаты. Полуфабрикатов сейчас много появилось. Никогда не беру. Пельмени я только свои люблю. И семья у меня так же. Котлеты только свои. Так что полуфабрикаты я не признаю вообще. Я их не покупаю. Я вижу, что там копеечная цена. Это говорит о том, что все это сделано из некачественной продукции. И потом мы же дома никогда не храним котлету. Ни месяц, ни два. Почему? Ну, кто же это так ее правильно хранит, когда сейчас в основном все предприниматели, ни у кого ни складов, ни холодильников. И я в такие чудеса не верю. Полуфабрикаты. Ну, в качестве, скажем так, добавки иногда. В 90-х годах российский рынок заполонили импортные продукты питания. К семейному столу можно было купить и собачьи консервы, если надпись на банке шла без русского перевода. Сегодня мы пережили бум сникерсов, ножик Буша и едим в основном отечественную пищу. Но покупательское право осталось за нами – требовать от продавца полную информацию о товаре. Вы всегда смотрите на всех товарах срок годности? Ну, стараюсь его увидеть. Хотя я точно знаю, что существует целая индустрия. Даже по иностранным товарам. У нас девочка из города уехала, живет в Москве. Есть целый станок, который даже на импортных товарах перебивает сроки годности. Поэтому слабо верится во все это. Вы всегда смотрите на дату изготовления? Ну, стараюсь. Я уже теперь задумываюсь и смотрю только на это. Беру тогда только и спрашиваю. А не спрощишь, они еще обманывают. А берешь и срок годности уже негодный. Я говорю, да-ка, что вы обманываете, а вы посмотрите, какой. А если мы не смотрим на дату выпуска продукта, у нас всегда есть шанс иметь нехорошие последствия. Предотвратить такую ситуацию помогают нам компетентные люди. Они следят за нашим здоровьем. В этом году у нас уже проведено 12 совместных проверок. И, к сожалению, почти в каждом предприятии выявляются продукции с истекшими сроками годности. Их количество, естественно, варьирует. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Но продукции реализуется много, и в том числе скоропортящиеся продукции. Покупатели часто обращаются к нам. Часто это бывают устные звонки. Но в соответствии с законом, тем же 134, мы должны реагировать только на письменные обращения граждан. Мы реагируем, естественно, на устные обращения. По устным звонкам разбираемся. И надо отдать должное нашим руководителям предприятий торговли, что они реагируют на наши устные обращения и устраняют те недостатки, которые были выявлены при обращении покупателей к нам. Но по письменным обращениям производится, естественно, расследование в соответствии с законом 59. На все письменные обращения у нас реакция, как и положено быть. Проводится лабораторное исследование, проводится обследование магазина, выявляются причины, то есть проверяется обоснованность жалобы. За 9 месяцев у нас уже было 9 обращений. Из них 6 обращений на некачественные продукты подтвердились. То есть жалоба была обоснованной. У нас была жалоба на кафе «Мой мир» на реализацию просроченных пирожков. Затем тесто слоеное ООО «Колос» в отделе общества с ограниченной ответственностью «Колос» в магазине «Меркурия». Универсам трехгорные шпикачки были реализованы с истекшим сроком годности. И балык семейный в магазине «Пассаж» предпринимателей Потаповой. Вся продукция была реализована с просроченным сроком годности. Естественно, эта продукция считается некачественной, и руководители понесли административную ответственность. Но случилось, что вы купили сыр с неприятным запахом, или селедку с дужком уже не селедочным, или фарш, несвежесть которого обнаружилась при готовке. Как поступите вы? Махнете рукой на потраченные зря деньги? Или попытаетесь их вернуть? Носила и не раз. Север носила масло. Сейчас скажу, фермер носила селедку. Принимают, и слова не говорят. Однажды фермеры сказали, что селедка нормальная. Я просто сказала, ешьте на здоровье, а мне не надо. Честно говоря, я не хочу тратить свои нервы, никуда не иду, я просто возьму и выброшу. И думаю, пусть это будет на совести того человека, который нам это предложил и скормил с просроченным, с вышедшим сроком годности. Как-то икра мне попалась такая, скажем так, уже каша, грубо говоря. Ну, а я не стал раскручивать эту ситуацию. Я брала шпроты, еще что-то, и открыла, там сразу запах. Отдаю, а они не взяли. Но мне пришлось и выбросить. В рейдовые проверки по магазинам начальник отдела Центра госпитнадзора Галина Маргачева и старший помощник прокурора Александр Вашкевич ходят часто. Сегодня к проверяющим присоединилась и наша съемочная группа – магазин «Пикник». Мы будем смотреть сроки годности продукции и условия их хранения. Значит, в холодильном оборудовании хранится скоропортящаяся продукция, поэтому к ней требуются определенные условия хранения. Эта температура не выше плюс 6 градусов. Расфасованная продукция – вся информация о товаре должна быть на этом пакете. Годен до на фасовки, он нам не выдает. Вот с Уфы надо, кто нам программу ставил, вот сейчас разрешение он добивается, чтобы нам завезли. Нам сюда годен проставят и вообще вкладыши не нужны будут. То есть вот и вот все, и вы довольны и хорошо. Потребитель должен знать пищевую ценность продукта и сроки годности, то есть дату изготовления и срок, в течение которого этот продукт сохраняет все свои пищевые свойства. То есть в расфасованной продукции в магазине должны быть ярлыки с информацией для потребителя. И кроме того, ярлыки от транспортной тары должны сохраняться до конца реализации этой продукции. Вот ярлыки нам сейчас предоставили, а для потребителя конечной срок годности вот расфасованной продукции мы не увидели. Программа не задает, поэтому надо как-то выходить все равно из положения. Думайте сами. Вот Галина Семеновна, Вы говорили мне, что сами покупатели могут проверить, правильно ли хранится тот или иной продукт, товар, да? Вот я сейчас сюда подошла, я посмотрела, где я могу увидеть термометр. А, вот термометр есть, да? Скажите, пожалуйста, часто ли покупатели приходят в Ваш магазин, ну вот, скажем, такие дотошные покупатели, которые смотрят и срок годности? Приходят, приходят. Для этого вот на колбасу в основном. Ну, чем можно отравиться? Колбаса, молочка, йогурты. Ну, вот я так предполагаю, что едят непосредственно без горячей обработки. У нее там лежат сертификаты, хотите, понюхайте, хотите, на язычок попробовали, ну, кислит, горчит там, пожалуйста, я отрежу, мне не жалко. Выбросим их, ну, допустим, ну, не возьмите, вы, знаете, органолептика, она никогда не отменялась, вам нравится, мне не нравится, попробовал один сыр с кислинкой, другой топленым молочком пахнет. То есть я лучше этот возьму с кислинкой, как-то больше к макаронам, ну, если что, каждый берет под себя. Пожалуйста. Рассказать? Да. Сыр домашний, это сыры мягкие, мягкие, они идут, как бы сказать, вам близко к сырам. И Татьяна Жоршевна наглядно продемонстрировала нам свой 30-летний опыт работы о сырах, которые есть в продаже. Она рассказала все и дала ценный совет для всех, кто любит качественную пищу. Если срок хранения год и два, и три, то, сами знаете, наше же молоко сколько? Пять суток. Берете, если даже вот эти всякие тетропакеты импортные, там витамин 0,1, срок от месяца до шести. Вот на это надо смотреть всегда. Чем меньше срок, тем качественнее продукт. И все-таки не грех напомнить еще раз самые простые правила для тех, кто выбирает продукты к своему столу. Ну на что обращать внимание? Значит, в предприятиях торговли запрещается продавать, я смотрю, на фрукты, овощи, подгнившие, обрезанные, некачественные фрукты и овощи. Должна быть упаковка, не нарушена. Если это герметичная упаковка, то она должна быть герметичной. Если это металлическая банка, то она должна быть не деформированной. На ней должна быть четкая маркировка со сроками годности или дата выпуска и сроки хранения, или там конечный срок годности. На определенных продуктах разная маркировка бывает. Проверка подходит к концу. Существенных нарушений не выявлено. Конечно же, все равно в прокуратуре замечания есть, нарушения есть. Согласна. То есть протокол, установление, вернее, прокурора будет... Все, согласна. Говорить о здоровом питании можно много и долго. А вот одна из тем ближайшего выпуска программы «Точка зрения» – модные диеты. Если у вас есть желание поучаствовать в разговоре или поделиться народным рецептом, как быстро избавиться от лишнего веса, звоните нам 433-32.